Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, самую свежую, ну вот на настоящий момент, информацию о санитарно-эпидемиологической ситуации в Луганской Народной Республике, о том, какие последние решения были приняты на заседаниях ЧПК, потому что они-то проходят, и каждый день бывает, и чаще, чем раз в день. На сегодняшний момент отмечается подъем заболеваемости по коронавирусной инфекции. На данный момент на территории Республики зафиксировано 70 случаев подтвержденных лабораторно. В основном данные случаи в количестве 40 регистрировались в городе Первомайск, и в связи с этим были введены ограничительные мероприятия в этом городе. Кроме этого, у нас регистрируются случаи по 5 городам нашей республики. В первую очередь это такие города, как Свердловск, Стаханов, Брянка, Алчевск и Перевальск. Именно по этой причине были введены ограничительные мероприятия по аналогии с ограничительными мероприятиями в городах Антрацит и Красный Луч. Как показывает опыт, своевременное введение ограничительных мероприятий позволяет локализовать данное заболевание и не допустить распространения на территории Республики. Данные мероприятия носят временный характер, и по мере того, как ситуация будет стабилизирована, они будут сняты. Нет ничего хуже, чем различные слухи, либо паника в социальных сетях в том числе. И, к сожалению, иногда, как почитаешь, глаза на лоб вылазят и начинают, честно говоря, даже кровить. Потому что пишут такое, что требует либо подтверждения, либо опровержения. В частности, я имею в виду различную информацию из других городов, в которых не введено никаких других решений, о том, что их, дескать, чуть ли не завтра также будут закрывать и так далее. В том числе и столицу Республики, город Луганск. Ну, из тех ограничительных мероприятий, которые могут затронуть территорию всей Республики, это приостановление движения междугороднего транспорта. Это уже на сегодняшний момент выполняется. На период праздников планируется приостановить движение остальных видов транспорта городского, пригородного. И это может вызывать определенный дискомфорт и неудобство у граждан. Однако, это позволит нам исключить большое количество перемещений граждан по территории Республики и, как уже было сказано, не допустить распространения инфекции на территории всей Республики. Но, опять же, по любым другим территориям такое решение пока не принято. И если оно будет принято, вы обязательно не измените об этом разговоре. Конечно. Данные решения принимаются только исходя из той эпидситуации, которая будет в конкретном городе. Поэтому, вот, недопущение беспечности и выполнение тех рекомендаций, которые неоднократно... Конечно. Мы по-прежнему... Это и есть ключ к тому, чтобы не были закрыты те или иные города. Конечно. Мы по-прежнему призываем граждан к социальной ответственности и сознательности. И неукоснительное соблюдение противоэпидемических мероприятий, использование средств индивидуальной защиты, позволит не получить быстрого роста в конкретном городе и не применять к этому городу более жестких ограничительных мер. Поэтому свобода передвижения граждан в руках самих граждан, которые проживают на своих территориях. Ну, а также в масках и, возможно, перчатках и антисептиках. Все вместе даст положительный эффект. Я благодарю вас за эту официальную и самую актуальную на данный момент информацию. Напомню, мы беседовали с главным государственным санитарным врачом Луганской Народной Республики Дмитрием Докошенко. Не переключайтесь, мы продолжаем вещание. В центре внимания. Вести+.